Дед 100 лет на рыбалке. И его Юрка на рыбалке вместе с ним тоже. Автор Евгений Сартинов. Ставьте ваши педали, ребята, не забывайте, не проходим мимо. Три рубля кучка, в кучке три штучки. Не забывайте, это надо. Поставили? Вот так вот. Теперь едем дальше. Часть первая. Юрка, оторопев, смотрел на дядьку и не мог понять, что там такое произошло. Но произошло что-то явно несуразное. Ибо родной брат его матери лежал в очень неестественной для живого человека позе. Ноги его находились на берегу. А вот верхняя половина туловища, включая голову, лицом вниз все. И все в воде. Пить в таком положении неудобно. Ну, а жить-то тем более. Если дядя Сема за считанные секунды не успел отрастить вот это себе жабры, то-то да-да. Что-то неестественно позже получается. Еще немного поглазев на родственника, Юрка Ивлев отбросил в сторону удочку и бросился выручать дядьку. Тот и сам немного начал уже приходить в себя. Засучил ногами, задрыгал ими тунды и сунды. Но если бы племянник неизвестно еще, смог бы он так быстро выкарабкаться из этой чуждой для него стихии. Хотя Семен Башков роста был невеликого, и структуры тела вовсе щуплый. Ну, щуплый был такой. Но из воды он восстал, как бог морей. Как бог морей Посейдон. С шумом, с плеском и утробным ровом человека, давно не вкушавшего кислород. После того, как аж два во в достаточной мере попали ему в легкие, дядя Сема начал надсадно кашлять и шмаркаться. Отдышавшись, Семен потрогал ладонью затылок, зашипел от боли и уже с явной неприязнью посмотрел на своего племянника. Морщинистое лицо его, загорелое до кирпичного оттенка, исказилось в презрительную мину. Далее он произнес цветастую речь, где обвинил первым делом не Юрка, а именно родную сестру, в том, что ее половые органы в момент зачатия и вынашивания были в нехорошем состоянии, ибо только в таком случае можно было родить такого бестолкового ребенка. Ну и закончил он, впрочем, вполне традиционно. — Ты что это твою мать делаешь, а? — Чего делаю, не понял Юрка? Дядька в ответ показал свою окровавленную ладонь. — Ты ж мне грузилом донки по затылку звездану, суслик ты недоношенный! Юрка и в самом деле был невысок ростом. Худощавый, глаза голубые-голубые, наивные, волосы белые, с оттенком пшеницы. Но все же он мало походил на нарочного грызуна. Тут Юрка сумел восстановить всю систему происшествия. — Так. Пять минут назад дядька торжественно дал ему в руки удочку и объявил. — А я тебя, племяш, я тебя в два шота рыбачить научу. Почти пятьдесят годков рыбали уже тут. — Сейчас вот рыбки мы с тобой наловим, в ухи наварим, потом на вечернюю устанемся. — Туточки, знаешь что? — Туточки у меня самый клевый клев с токи вечером. — Ага. — Усек? — А рыба-то тут хоть есть? — Деда. — Спросил Юрка, рассматривая водную гладь не очень большой такой реки. — Хм, спрашиваешь еще. — А как же? — Я ж всю реку нашу знаю. — Всю? — От и до. — Хм. Я тут еще молчонкой пескарей ловил. — От таких вот пескариков. — Так, бери удочки и без разговоров мне тута. — Вот это, Юрка, вот это называется донка. У нее поплавка вообще нету. Снизу только вон грузило, бачишь? И крючок. Все. А больше ничего и не надо. — Во. Червя я уже тебе насадил. — А донку нужно закидывать, знаешь, як? Хм. А вот так. Як можно давше. — Понял? Это как это, как еще мой дед говорил. Мах на солнце и ляп на землю. Понял? А как замахусь, як кититую мать тура кидаешь, и все. И дело сделано. О, смотри, як это делается. Семен ловко и очень далеко забросил леску с грузилом. забросил в реку и жестом предложил сделать то же самое племяннику. А сам, на всякий случай, отойшел в сторону. Ну, откуда он мог знать, что тот бросит очень сильно? Но по какому-то странному зигзагу судьбы тяжелые свинцовые грузи ладонки размером с Юркин кулачок полетело не в реку, а точно, точнюсенько в затылок знатного рыболова. И именно этот удар и вызвал у этого неосознанную попытку вернуть всем организмам, вернуть к истокам жизни, то есть в одну стихию. А дед был человеком запасливым. Да, на всякий случай у меня всегда чертом мейца. Так что у него в многочисленных карманов его старенького пинджака нашлась старая, уже подчерневшая от грязи упаковка бинта. Бинт всегда имеется у меня. На всякий случай. Вот как раз над такой идите, твою мать. И пока как Юрка, Юрка как мог с усердными матершинами напутствиями дядьки бинтовал голову, тот все вспоминал несчастный миг, когда он согласился взять этого племяша с собой на рыбалку. На сву голову. Ну, возьми его, Семен, а? Ну, возьми. Чего он тут будет мешаться? А так хоть с тобой там полазит. Упрашивала его Анна. Ну, а то вот парню уже семнадцать лет. Вот семнадцать лет уже, а он же еще ни разу на рыбалке не был. Ну, ведь смеются уже даже все над ним. И так маменькин сыночком называют даже. Уже вон жениться собрался, а на рыбалке так ни разу и не был. И как я тогда таки поддался уговорам вот этой сестре, а? Что ты будешь делать? А по-другому никак нельзя. Попробуй, не возьми. Потом борща тебе никто не сварит. Ну, ну, чуя уже, чуя я, что будет вот это что-то нехорошее. Не даром же мне всю ночь рыбнадзор коротких снился. У Анны и Линочны был свой резонный счет рыбалки. Отправляя Юрку в деревню, она надеялась бить с того жениховский запал. Да, именно это она и хотела. А то, видите ли, выросла у него родилка-то. Рановато еще. Нет, вы не подумайте, Леночка была девочкой хорошей. Хорошей. Ну, правда, ну, зачем жениться с дармией, м? И вот, наконец, бинт в руках Юрки закончился. А дядька его начал напоминать не то Василия Ивановича, не то бедного падишаха, которому не хватало материи на усу чалму. Так, донку я тебе больше не дам. На, на вот тебе лучше обычную удочку. И что с ней делать? спросил Юрий, рассматривая новое орудие труда. Бери червяка, насаживай. Это как? Ну, берешь его вот так в руку и насаживаешь задницей на крючок. «А где у него задница? А у него везде задница. Шо спереди, шо сзади. Вот шо тебе понравится, то тебе и задница». дядька. После этого дядька на всякий случай отошел подальше, подальше от греха, за ближайший куст и начал сматывать свою донку. до этого Юрка только видел, как все это с червяком делал дядька. И все это у него получалось довольно-таки ловко и быстро. Надо же! Но его же попытка получилась крайне неудачной. Червяк оказался удивительно сильным. Гля какой! Он героически вертелся, крутился вот это своей задницей, боролся и даже, можно сказать, дрался с Юркой. Но никак не хотел насаживаться на тонкое стрию крючка. В этой борьбе Юрка даже сам дважды укололся. Перемазал себя и червяка всего кровью. Но это никак не подействовало на героического кольчатообразного. Юрка не выдержал и обратился за советом к деду. Дед Сема! дед Сема! Ну смотри! Он что-то не хочет у меня лезть на крючок! Сема хохотнув! А ты его уговаривай лучше! С ним это же это, с ним это вежливо, понимаешь? О, как! и Юрка принял все это как непреложную истину. Дорогой червяк! Торжественно обратился он к этому упрямцу, а тот весь в крови, пальцы в крови, не видно даже, где у него там та жадница. «Дорогой червяк, ты мне очень нужен для того, чтобы поймать рыбу, так что пожалуйста, не трать время зря. Хорошо? А дай мне тебя надеть на крючочек». И Юрка был так сосредоточен на своем занятии, что не понял, почему дядька за соседним кустом вдруг упал на землю. «Упал? И затряс со всем телом, как оттуда ртока!» То ли уговоры подействовали, то ли червяк изнемог в борьбе, но все-таки чудо таки свершилось, таки, и он проскользнул на крючок. «Дядь, Сём, помогло!» крикнул Юрка. «Я его это, уговорил. Спасибо тебе!» «Не за что, племяш!» Сквозь слезы ответил Симеон. Когда Юрка с торжественным видом подошел к воде, дядька еще больше шарахнулся в сторону, настороженно наблюдая за действиями новоявленного рыбака со стороны, так сказать, вид от третьего лица. «На всякий случай!» Вопреки его ожиданию крючок не зацепился ни за шиворот Юркиной куртки, ни за хусты, а со свистом рассек в воздух и на тебе упал таки в воду. Ничего себе! «Молодец, племяша, молодец!» поощрил дядька. «Растешь молоток, кувалдой будешь!» «А теперь приготовься, приготовься долго ждать!» «Тяни, мать твою, а ну тяни! Тяни! Тя тяни чуть-чуть поймать! Клюет же ж ведь!» Юрка не понял, кто там кого клюет, за что клюет, но поплавок его удочки исчез с поверхности воды, и он не захотел так просто с ним расставаться, а потянул удилище на себя. «Подсекай его! Подсекай его! Кверху подсекай!» простонал Сема, но этот термин Юрка совсем уже не понял. Он просто тянул и тянул удочку вверх, одновременно отступая вглубь суши. При этом он чувствовал на другом конце удочки весьма увесистое биение. Да, именно биение. И все это для него было совсем непонятно. но в Юрке вдруг проснулся первобытный инстинкт добытчика. И когда из воды показалась пятнистая рыбья туша, он так заорал от радости и от неожиданности. А дядь Сема только ахнул. Шука! Ах ты шука! Да как же она? И коршуном упав в воду, дядька схватил пятнистую за жабры и выволок ее на сушу. О, ну ни хрена себе! Тут килограммов повтора в ней, не меньше! Хи! 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 Как же она так попалась-то тебе? Тут крючочек-то так себе заглотишь! Хи! Ты еще и на малька! То ли Юркина кровь оказалась лучшим прикормом, то ли просто природа сжалилась над новичком. Как всегда говорят новичкам везет, ну или дурачкам. но оказалось, что на замученного Юркой червяка позарился маленький карасик. Но когда он уже схватил червяка, вот чего, вот тебе и развязка. Когда он уже схватил червяка, то его самого схватил большой окунь. А им, в свою очередь, тут же решила позавтракать большая щука. И как дед говорит, ах, ты щука, ты такая! И точно, действительно щука. Это получается как это? Как в той репка за бабку, бабка за детку, кучку, кучку за и в конце это, только это получается аж наоборот было, да? Это ж от сколько событий вместе у тебя тут сплелось, Никогда такого не видывал. Ах, ты щука! Вот ты щука! А окунь по обычаю растопырил плавники во рту хищницы. Да, и тут ей выволок на сушу Юрка. Хм, а вы изучите у меня Юрок. Дуракам везет, это правда, заявил Семен, посадив пятнистую на кукан. Это надо отметить, без ентва тут никак. И он достал из своей потрепанной сумки загашничек водки. кусок сала, два огурца и пол булки хлеба. Налил полстакана, он протянул его племяннику, но Юрка только покачал головой. Не, дед, дед, я водку не пью, противно она больно. Чего? и Сема хохотнул. Совсем шо ли ничего не пьешь? А как ж ты расслабляйся? А я и не напрягаюсь. А, знаю я вот это ваше. Нет, ну, пью, ну, мне нравится только коньяк, деда. И все. Там Хэнси или Мартель. А больше всего нравится этот Джек Дэниелс по чуть-чуть. Там же ж он с этими обожженным бочками дерева. Вот такое вот мне нравится. А вот это вот такое не могу я ваше вот это вот. Чего? Какие бочки обожженные? Я вот это не понимать. И дядька, как раз в этот момент, вливавший в рот себе свое любимое пойло, а не ваши вот эти вот бочки, аж подавился водкой от таких вот названий. Откашлившись, он с возмущением уставился на юношу. Блэм-блэм. Ты чо это под руку меня фигню всякую говоришь? Какие хиренеси? Какие жиг-жиг-бенелси? Какие нахер хиренеси? Где ты ее там видел? В рекламе что ли видел? Ну зачем? Не только видел, но и даже и пил. Недавно даже. Юрка хотел было еще что-то добавить, но тут его поплавок снова исчез из виду. Это же надо жить. И он тут же дернул удочку вверх, и из воды вылетел небольшой карасик. В воздухе он сорвался с крючка и угодил прямо, прямо в стакан с водкой, что Семен налил для второй попытки, чтоб получить удовольствие. Сема взрывел, как динозавер. Юрка, я тебя придушу сегодня, гаденыш ты такой. Ты шо от этого делаешь? Да я же не хотел, он сам туда попал. Не хотел, не хотел ты. Шо мне теперь вот это с ним делать? Ни закуски то бы, ни выпавки. Ну и родила же Анька урода мне, а? На вот, полюбуйся. На, сам пей. И с этими словами он сунул в руки племянника стакан с необычным коктейлем. Юрка поступил просто. Он выбросил в реку карасика вместе с той водкой и лично промыл стакан и обратно подал его родственнику. То долго нюхав граненую посуду. морщився, но нюхав. Потом он собрал все харчи и взобрался повыше на бугорок, подальше от этой меткой удочки племянника. Захочешь, так не попадешь. Ишь, как вы! Одни хлопоты вот эти с тобой, Юрка. Одни хлопоты. хлопот много, а вот удовольствия никакого. Вот прямо как с той беременной бабой, пробормотал он, наливая водку и одновременно стараясь не упустить из виду поплавок. В этот момент тот дернулся и исчез. Как раз в этот момент. С воплем восторга Сема оставил стакан, скатився вниз и выдернул из реки карася. Да причем хорошего такого, с ладошку. О, пошла работа. С почином тебя, Семен Ильич. Может, анекдот в самом деле был прав. и малек всем своим родным сообщил, что эти два чудака наливают и отпускают. Ха, действительно, как в том анекдоте. Ну, действительно, клевало в то утро беспрерывно тебе, прям как очередь из автомата. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Не спеши! Ха! По очереди идите ошумать! Шо? Это из-за тебя-то, шо-ли? Че она со мной так не тр-та-та-та-та-та-та-та? Э? Родственники едва успевали нанизывать новых червей и тут же вынимать удочки с новым уловом. И если Юрка еле управлялся с одной удочкой, то Семен Ильич успевал работать с двумя. Левой? и правой? Левой? Правой? Раз, два, три! Хе-хе! Вот точно! Ага! Поворачивая за очередным червяком, Юрка словил галлюцинацию. Ему вдруг показалось, что над косогором над косогором поднялась рогатая и бородатая голова черта. «Ну, действительно, гля! Два рога, голова!» Юрка зажмурился, а когда открыл глаза, тут черта уже не было. «Ах, ну вот, глюки пошли, как там Ленка говорит, галлюцинации». «Это от жары все наверное», подумал он. Но раздумывать было некогда, и он снова закинул удочку. А клев между тем пошел на спад. «Нет, рыба еще ловилась, но не в таком темпе и количестве, нет, но ловилась, так что процесс и шоу». И Семен решил все-таки выпить свою законную соточку, пока время не позволяет. Он и так уже сильно просрочил свой привычный рацион. Не дают вот это, видите ли, нормально посидеть успокоиться. То вот это, то насади, то еще что-то. Забравшись на Косогор, старый рыбак, по-прежнему не отрывая взгляда от реки, нашупал стакан. Но когда поднес его к губам, он обнаружил, что тот пустой. «Не пьет он водку, только Хеннесси!» пробормотал дядька, пытаясь нашарить бутылку. «На дармавшину-то все охочи да светленькой!» «Ага!» Но бутылки между тем нигде не было. И, оторвавшись от созерцания реки, дядька оглядел свой неприхотливый стол. Тот был девственно пуст. Бутылки не видно, не было. как не было и огурцов, хлеба. Исчезло даже сало. «Шо то таки робится?» «Ни крошки тебе, ни перышки от лука». Но как раз-то и закуска мало интересовала Семена Ильича. «Юрка!» «Юрка!» «Ты кунды водку дел!» «Какую водку?» «Я никуда ее не девал!» «Не трогал ее!» «Огурцы с салом тоже ты схавал?» «Да не ел ничего деда!» Семен с недоверием посмотрел на родственничка и спустился с косогора и велел Юрке «А ну-ка отдыхни!» Юрка с чистой совестью распрощался с содержимым своих легких. Дядьку он не сдул, но заставил того поморщиться. Не от винного запаха, а наоборот, от отсутствия оного. «Куда же это все у нас девалось это, а? Вроде бы тут никого больше не было. Я и ты, да мы с тобой. Ты кого-то тут еще видел? «Из людей?» наивно спросил Юрка. «Не, из чертей!» съязвил Семен. «А да, кстати, черта деда видел одного как раз. Вот недавно, а людей нет». «Чего? Какого еще черта?» насторожился дядька. «Ну, это, дед, галлюцинация у меня такая была. От жары, наверное. Поворачивайся как-то, а там наверху прям черт на меня смотрит». «Ах, ты морда! Да я его убью, собаку!» Даже не дослушав племянника, как заорет дядька. И все так же, изрыгая фонтаны нецензуршины, метнулся вверх ракетой. Вскоре где-то совсем рядом раздались его крики. Потом в диалог вступил второй голос, тоже обильно украшенный матершиной. Юрка очень обеспокоился и побежал на эти крики выручать родню, ничего не поделаешь, родственники. Как оказалось, Семен Ильич конфликтовал с пастухом небольшого стада, что устроилось на дневной отдых под кронами небольшой березовой розшицы. Пастух удивительнейшим образом напоминал самого Семена. Два сапога пара. Был точно такого же небольшого роста, комплекции, степени сморщенности кожи лица и отсутствуем половины зубов. Шма-шма-шма-шма-шма-какай тоже так же ж. Ну, действительно, два сапоги пары. Еще и переплютает его. И шо ты будешь делать? На нем были точно такие же заношенные штаны и пинджак. Засальная кепка, на лице кирпичного цвета загар. Только наличие в зубах цигарки отличало его от оппонента. «Я не только его, я и тебя грохну», орал дядька. «Сколько я тебе говорил, присматривай ты за своим чертом, а то я и ублю его, вот побачишь, рога ему вырву и в сраку засуну». «Что я тебе, нянька, что ли, за ним смотреть?» кричал в ответ пастух. «Сам свое пойло охраняй там». «Ага, он поди тебе бутылочку-то отнес. На двоих выжрали, да?» «Да пошел ты!» Юрий посмотрел в ту сторону, куда указывали оба мужика и ахнул. В тенечке мирно спал громадных размеров козел. Козел причем несуразная его поза с поджатыми передними копытами и раскинутыми в разные стороны задними ногами не оставляли сомнений в причине его сна. Козел даже пьяно икнул во сне. Ему было совсем не до того, что творилось вокруг него. «Сами виноваты!» орал пастух. «Чертушка, как вожак, не заменит мой кадр. Стадо ведет, как маршал Жуков, к победе. Кто приучил его водку пить? А? Это ж вы все, рыбаки! Ага, а вот теперь он и без нее жить-то не может. Только унюхает все, тут как тут. Каждое утро ко мне похмелять приходится. От себя отрываю сто грамм. А это то да. А сало? Сало кто его приучил есть? Шо, тоже мы? Какое сало? Опешил пастух. Чот ты вот это гонишь, одноклассничек? Черт у меня травоядный. Какое сало? Вот такое сало. Хорошее, цельный шмат сало. Манькиного засола, соседки моей. Сало он сожрал у меня. Сало! Ой, не брюши, чертуха сало не ест. Ага, а кто тогда у тебя это съел по-твоему? Да откуда я знаю? Впрочем, пастух в этот момент невольно оглянулся в другую сторону, где с довольным видом облизывала мордочку собачонка размером с большого кота. Килька! Это еще что ли сало сожжало? Обратился пастух к ней. Та только облизнулась и довольно завиляла хвостом. сомнение оставили все троих мужчин. Вот жулики! Ворье! Как был ты, Сашка, вор, таким ты и остався. И все стадо у тебя воровское. Вот так он. Пастух опешил. Какой это я был вор? Когда? А кто у меня в третьем классе пончик стащил? А? Что, забыл уже? Ну, ты вспомнил, засанец, а? Это кто засанец? да ты шпинер лагеря постоянно ссался, а? Чей матрас каждое утро выкидывали за забор, а? Тоже забыл? Чего? Да я тебе! И пока Юрка переваривал эту очень важную информацию про своего родственника, Семен Ильич развернулся и как врежет однокласснику в левый глаз, аж искры полетели. Тот как вскрикнет, но в долгу тоже не остался, и как засадил Семену кулаком в аналогичный орган. Симметрично причем. Тот в левый, а тот в правый. Ага, выжж знаете, как наших бьют. После этого оба решили заняться крайне вольной борьбой. Они сцепились в один клубочек и упали на землю, и начали там качаться тунды и сюнды, в точности, как это делают первоклашки. При этом цигарка Сашки прергла щеку Семену, а тот аж взвыв от боли, как боднет его головой. Вбив этот окурок прямо в рот, в рот пастуха, аж по самой гланды, и разбил ему верхню чи нижню губу. Выплюнув цигарку и ощутив ожог языка, Сашка впился зубами в ухо одноклассника. Юрка, Юрка, помогай, возопил Семен. Он же мне сейчас в ухо отгрызет. Бей этого козла, пинай его. Да как же, растерялся Юрка, вдвоем на одного нельзя, это же совсем нечестно. И тут обратился за помощью и пастух тоже. Килька, а ну фас, фас килька. У собаке были не такие строгие моральные принципы, как у Юрки. И дробно залаев она кинулась на клубок человеческих тел и вцепилась зубами в ягодицы рыбака. Тот взвыл от боли и снова обратился к родне. Юрка, идите тую мать, помогай гад, а ну отгоняй ее. Открытие второго фронта подтолкнуло начинающего рыбака к защите родственника и коллеги. Ведь их уже не было двое. Действительно. Ну раз так пошла уже, тогда уже надо. Разбежавшись, он с такой силой пнул несчастную кильку, что та улетела метров на двадцать, точная к та килька, и упала на тушу мирно спавшего рогатого черта. Ко всеобщему несчастью, это была не корова, а единственный в стаде бык-производитель. Ваську как коровьего мужчину вообще-то поругивали. Ленив был он и не сильно темпераментен. Рогатое животное. Но сейчас, отойдя ото сна, таким нежданным и негаданным сильным ударом, он резво вскочил на ноги и начал оглядываться по сторонам, ища виновников своего испуга. А килька уже успела спрятаться в кустарнике, так что единственным объектом недовольства Васька был клубок человеческих тел, активно перемещавшихся и катавшихся по земле. Он взрывел, встал на дыбы и как кинется в атаку. Юрка, нечаявший разнять одноклассников, удивился, он очень удивился той скорости, с какой на этот рев отреагировали оба, оба мужика. Как сиамские близнецы, в мгновении ока они мах и разъединились и бросились бежать. Они оба прекрасно знали характер этого быка. Он как паровоз. С места его не сдвинешь, но коли уже сдвинул, то уже как паровоз уже херушки ты его остановишь. Вот шо. А вот Юрка застыл на месте, даже не от ужаса, а скорее от флегматичности своего характера. И этим он выиграл, ибо бык совсем не проявил к нему интереса. Совсем, он его даже и не увидел, а кинулся именно за двумя убегающими фигурами. Бегал он быстро, но и до реки было тоже недалеко. Так что весь этот забег закончился тем, что оба мужика обрушились в воду, зайдя в нее по самое горлышко. А бык застыл на косогоре, нервно колотя себя по бокам хвостом. И он чувствовал себя в этом положении хозяином. Да и к тому же Васька воды не любил. И это очень хорошо, очень хорошо знали старые однокашники. Васька, Васька, угомонись, начал увещевать быка пастух. Да, хватит уже борзеть вот это, поддерживал животновоза рыбак. Иди отсюда, иди отсюда, Васька, по-хорошему. Да выйди ты уже, да уведи его сам. Ты ж его пастух хозяин, а? Предложил Семен. Ага, скажешь мне тоже, уведи. Глянь, ты посмотри, какие у него сейчас глаза кровью залитые. Он и не видит даже ни хрена. Ему сейчас вообще пофигу кого гонять, лишь бы кого рогами вот это поддеть да потоптать. О, дурное у тебя стадо. Вот смотри, собака воруга, вожак алкаш-алкоголик. Этот вот обормот вообще дебил с рогами, бандит какой-то. Вот какое стадо у тебя, вот такой ты и пастух. Сашка было хотел парировать чем-то, но тут Васька начал спускаться вниз. Братья по несчастью заорали и отплыли подальше на всякий случай. Но быка уже интересовали не два странных круглых предмета на воде, а сама вода. Долго и жадно он поглощал эту целительную влагу. Потом оторвался, не торопясь взобрался на пригорок и скрылся из виду. Фу, вроде как пронесло, обрадовался Семен. Чтоб тебя так пронесло, пожелал другу пастух. Чего? Че как похор изъезжу? Ой, напугал! Я тебе, Сашка, в школе всегда колотил, сколько себя помню. Ну, да, да, ты меня вот это хоть не ври. Мы как стояли в строю последние, так и дрались постоянно. А вот только я тебя больше бил. Чего? Да ты же не только вор, ты еще и болтун. И по ходу этого диалога одноклассники выбрались на землю, Семен сразу повалился на берегу, а Сашка поспешил к стаду. Мало ли что-то могло произойти, правильно? Все сигареты промочил, все цигарки. Что ты будешь делать, а? Бормотал Сашка на ходу. Где там мой племяш, а? Где ты там? Крикнул ему вдогонку рыбак. Васька там его хоть не запорол. Да вон он идет, идет. И в самом деле к ним с безмятежным видом приближался Юрка Ивлев. Юрка залюбовался цветущими растениями, и набрал целую охапку цветов. Мало того, он успел сплести веночек. Плоды маминого обучения. Никуда не денешься. Хе-хе-хе. Вид у него сейчас был поистине ангельский. Небесно-голубые глаза, безмятежные выражения тонкого лица, соломиного цвета волосики, небольшой рост, щуплая фигурка, и вот этот веночек на лбу, во лбу, как эта звезда горит. Хэру-вим, язвительно заметил дядька, сделав напор на первые четыре буквы слова. Хэру-вим, и Сашка хохотнул. Хе-хе, он у тебя вообще какой-то недоделанный. Вот это про точно. И так они и разошлись. А Юрка спрашивает. Ну, чего, ловить еще будем? Семен поднял свою удочку, посмотрел на замученного, но живого червяка и безнадежно мотнул головой. Все, шабаш, рыба спать пошла, на сегодня хватит. А когда проснется? К вечеру. Як будильник прозвенит, тогда и проснется. Но нам надо уже домой ехать. Зачем? А затем жрать-то охота. А эта рога-то скотина, она же все вот это сожрала. Ага. А ты же хотел уху еще сварить. И дядька замялся. Все для ухи у него было. Это было точно. Но не было самого главного компонента. Компонента этого блюда. Не было водки. Никуда не денься. Надо идти пополнять запасы. Но признаться в этом он как-то постеснялся. Ладно, давай уху сварим. Возьми вот этот котелок и сходи к ручью. Метров сто отсюда. Там вода почище. Когда Юрка вернулся с котелком воды, дядька уже вовсю потрошил рыбу. Ох и уха! Ох и уха у нас будет! Простонал дядька. Сейчас мы туда и сорожку покрошим, и ёршика вот этого, и окунька, а щуку. А щуку продадим. За такую хорошие деньги дадут. Когда ж мы такую еще поймаем, а? И как раз в это время раздался рев мотора, и на косогоре появился мопед. За рулем его расположился рослый, плотного телосложения мужик, лет пятидесяти, с курносым, несколько нахальным лицом. Здорово, Семен! Сходу крикнул он. А кто это там с тобой сегодня? Это мой племяшек, Юрка, ответил Семен. А ты тут чего, Вовка? Че это ты сегодня не с утра? А я не на удочку, я сегодня с квадратом. Больно уж мне подъемка понравилась. А понятно. А че наловил-то? Опять трех пискарей? Семен ухмыльнулся и показал ему на кукан. Рыбак улов одобрил. Ух ты, даже щуку забагрел? Хм, как это ты ее? Да это все Юрка. Первый раз у меня рыбалит. И сразу подвезло. После рассказа старого рыбака Вовка с интересом посмотрел на юношу. Да, дуракам везет, особенно по первой. А щука значит тут есть? Да, и это хорошо. И новый рыбак быстро накачал лодку, затем собрал с четырех больших кусков проволоки и сетки некое сооружение, водрузил его на нос и отплыл от берега. Смотрите, как ловить надо, крикнул он напоследок. А это кто? спросил Юрка. «Да Вовка это, Вовка барабанов, барабан его все кличут, потому что он балабол, любит вот это прохвастнуться, шучий ты потрох». Судя по тому, как старый рыбак поморщился, Юрий понял, что Семен терпеть не может конкурентов. А тот как раз занялся рыбной ловлей, еще и на квандрат идти тюмать. Он поднял вверх и бросил в реку свое сооружение, подождал пару минут, а потом начал вытягивать этот квандрат наверх вытягивать с помощью веревки. Когда орудие труда показалось над поверхностью, барабан издал вопль Тарзана. В сетке квадрата бились несколько серебристых тел. «Щука и три сторожки!» крикнул барабан. «Хе, учитесь, хлопцы!» «Чего учиться, если у меня уже сил нету ни на лодке плавать, ни подъемку тягать?» проворчал Семен. А барабан продолжал тягать свою нехитрую снасть. «И каждый раз, каждый божий раз у него там оказывалась какая-то рыба! А что ты будешь делать, а?» И за полчаса, за каких-то полчаса он наловил даже больше, чем оба родственника вместе взятые. За полдня. Семен только морщился и плевался после каждого вопля соперника. — Тарзания моя! Между тем уха уже начало закипать, и пошел сочный ушной запах. Дядька бросил в кипяток соли, добавил туда пару круглых зерн черного перцу, а затем лавровый лист. Без ентова никуда. — Эх, сейчас бы водочки сюда чуть-чуть влить. — Грамм пятьдесят, — простонал Семен. — А это еще зачем? — спросил Юрка. — Полагается так. И уха вкуснее будет, и это дезинхвекция. — Ладно, фиг с ним, сделаем с дымком. И он вытащил из костра обгорелую деревяшку, головеху, и сунул ее прямо в уху. Вода аж зашипела, и Семен выдернул эту своеобразную приправу. — Вот так. — И вскоре барабан подплыл к берегу. — Эх, хорошо сегодня рыба идет. — Слушай, Семен, а ты знаешь проход на Кузькину протоку? — На Кузькину. — А то. — А я не нашел. — Ну, знаешь, что должно быть? Ходил часа два на лодке, ну, так и не нашел. — Там камыши надо раздвигать. Я то место знаю. Дерево там приметное есть. — А зачем вот это тебе, а? Зачем тебе так узки на протока? — Ну, говорят, в нее сазаны в разлив зашли. Там и остались. — Да ты что! — Ну, покажи мне проход. Покажешь, а я поделюсь. И по деду было видно, что Семен Ильич заколебался. — Да уха уже скоро готова. — Да какая там уха? Уха успеется. — Да я и не жрал со вчерашнего дня. — Да скотыняка все жрала. Чартыняка-то! — взмолился Семен. — Да тут пять минут осталось. — А тут да и плыть только пив часа. Да еще столько же обратно. — Ну, ладно. Давайте ешьте тогда. Я тоже с вами. И барабан достал полбулки хлеба, большую луковицу, кусок колбасы. И в ожидании ухи они расселись на пригорке. И Сема осторожно спросил. — Слышь, это Вовка. Вовка. — Чуешь? — А у тебя, это, водка есть? — Есть, конечно. — Ху-ху-ху-ху-ху. — Оплесни, малек, а? — А тебе что, свою жалко, что ли? — Своей нема. — Я ж тебе ж говорю, что свою у нас той черт выжрал. — Чего? Это как это? Рассказ Семена о воровстве водки и закуске вызвал у барабана такой приступ смеха, что он аж повалился на землю и засучил ногами. И от этого смеялись все вместе, гурбой. — А я думаю, что это Семен Ильич сегодня как раненый щорц. На голове вот эта чалма, морда, смотрю, подбитая, глаз заплыл. Да еще, смотрю, и трезвый сидит. Давненько тебя таким не видно было. — Глаз! Сашка мне хоть шутю ухо не откусил. О, до сих пор болит. — Да, надо тебе, брат, поправить. Это надо. И барабан достал из внутреннего кармана куртки плоскую бутылочку из-под коньяка грамм на двести пятьдесят. Но к разочарованию Юрки, судя по цвету, в ней была водка. Семен метнулся к костру, снял котелок, притащил его на пригорок. Стакан уже стоял на земле, скорее наполовину полный, чем наполовину пустой. — Хе, конечно. Видно, что ководку одну, потому и наполовину полный. И они разобрали все ложки. Семен буквально давясь слюной. — Ах, блин, аж слюна разлетается. Ах, блин! Поднял вожделенную тару. Но тут из-за широкой спины барабана появилась... Появилась чертова морда того козла-алкоголика. И еще при этом говорит... — Мне! — Требовательно сказал он. — Мне! — А ну, пшел вон, алкашина собачий! — заорал на врага Семен. И барабан тоже попытался оттолкнуть этого рикетира. Но тот напирал, пытаясь пробраться к вожделенному пойлу. Ах, блин!